Всем привет! Особенно моему приятелю Тимуру из Казани, для которого я и записываю это видео. И буду рад, если оно покажется полезным для вас, для всех вас, для всех тех, кому хочется разобраться в том, что такое геометрия, для чего вообще нужны все эти задачи, как алгебра помогает решать задачи по геометрии, причем здесь вообще математика в решении проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Я очень надеюсь, что мой подход окажется для вас полезным. Очень на это надеюсь. И приступаем. Тема на самом деле нашего занятия сегодня – это нахождение площади круга. Но тему эту нельзя рассмотреть, не поняв, вообще, какое место в решении подобного рода задач занимает, значит, вот это наше постоянное, так называемое число пи. Да? Да? Наше число пи. Ну, еще Эйнштейн сказал, я думаю, даже люди сильно до него сказали, что все в нашем мире относительно. И вообще, что такое физическое отношение? Какие отношения вообще бывают? Так вот, например, ну, далеко ходить не надо, например, вот, понятие скорости, извините, да, велосити, так называемое. Это путь, проделанный нами за какое-то определенное время. То есть, получается, что скорость – это отношение. Правильно? Логично? То есть, допустим, если мы проделали 75 километров за один час, у нас и получается Эйч. Да? У нас и получается 75 километров в час. То есть, это наша скорость. Наша скорость – это отношение. Но это отношение, так сказать, нами придумано. То есть, ну, мы действительно придумали, как определять скорость. Это отношение, оно не постоянное. А есть в нашем мире такие отношения, которые являются постоянными. Вот, хотите, верьте, хотите – нет. Но отношение длины окружности. Да, окружность, диаметр. Это отрезок, соединяющий две стороны, две части окружности и проходящие через центр, через центр окружности. Вот, так называемый диаметр. Длина окружности. C – circumference. Английское слово прекрасное. Вот их отношение, да, C к D, оно является неизменной константой. То есть, оно всегда постоянное, оно всегда одинаковое. Ну, мы его назвали, мы, вы, они, его назвали прекрасной буквой пи. То есть, от греческого слова периферия или периметр. Получилось, что, пронаблюдав за тем, как пытливые умы человеческого, еще с древних времен, да, пытаются описать наш окружающий мир через геометрию и решить какие-то там задачи, люди пришли к выводу, что любая окружность, неважно, какого она размера, будь то, там, миллион на миллион километров. Вот наша окружность. Длина этой окружности, C, и диаметр этой окружности, D, между собой всегда связаны, связаны вот этим простым отношением. С, D, равняется чуть больше трех, ну, три-четырнадцатых, три-танг и так далее. Либо, вот, алгебраически это выражается, значит, символом пи. Ну что, давайте тогда попробуем решить какую-то задачу, да, именно на это отношение. Ну, например, дана нам окружность. У окружности мы знаем диаметр, ну, вот, когда, допустим, мы знаем диаметр, он равен 8,4, да, наш диаметр. И требуется найти, требуется найти C, то есть D нам известно, а вот C, circumference, неизвестно, надо его найти. И, так как мы с вами знаем прекрасно, да, что существует такое отношение, как, ну, оно постоянное, выраженное константой пи, что C, длина окружности, к D, равняется три-четырнадцатых, да. Применяя наши глубочайшие знания в алгебре, мы можем сказать, что, ну, мы можем выразить C отсюда, правильно? Привести, вот, это, значит, наше уравнение к C. Для этого мы правую сторону умножаем на D, умножаем на D. А чтобы сохранился знак равенства, мы левую сторону умножаем на D. То есть, ну, понятно, да, справа мы избавились от D, а слева оно появилось. По-другому я это понимаю так. Вот у нас есть уравнение. Пи равняется C, деленное на D. Очень просто, да? Как его привести к C? Как выразить C отсюда? Мы просто берем и переносим D на левую сторону. При переносе деление превращается в умножение. Например, минус становится плюсом, плюс минусом. Ну, мне так понимать легче. Вам, возможно, будет легче понимать. Так что, чтобы избавиться от D справа, нам нужно умножить на D. А так как мы правую сторону умножили на D, и мы хотим, чтобы Вселенная осталась там, где она есть, при этом, чтобы знак равенства сохранился, значит, нам нужно и левую сторону умножить на D. Вот. Соответственно, справа D сократилась, слева D появилась. И получается, что C равняется Пи умноженное на D. А по-другому, да, мы знаем, что D, диаметр, это два радиуса. То есть половина диаметра, это радиус нашего круга замечательного. Вот. Можем вот так даже сказать. И получается, что C можно также представить, как Пи умноженное на 2Р. Либо 2ПР. 2ПР. Просто, чтобы числа были в одном месте, а символы в другом. Вот можете меня проверить, мы можем открыть, да, сейчас. И теперь вы увидите, что в фуар-модле нахождение длинной окружности вот именно так и выглядит. C равняется 2ПР. Надеюсь, что здесь все понятно. А здесь не может быть чего-то непонятного, по-моему. Но мы можем повторить еще раз то, к чему мы с вами сейчас пришли. Да, значит, что, зная, что в любой окружности, в которой, ну, так как она окружность, есть и диаметр, отрезок, соединяющий две стороны окружности, прилегающий, проходящий через центр окружности, да, наш диаметр. Что длина окружности, да, надеюсь, всем понятно, что такое длина окружности. Мы можем даже посмотреть вот такой замечательный гиф. Вот она, вот этот отрезок, да, это длина окружности, то есть, то, с чего начался, получается, наш круг, и пройдя по прямой целиком от начала до конца, мы получаем отрезок, да, вот эта длина нашей окружности. Длина окружности, С, в отношении свое, всегда имеют константу, равны 3,14, округленную, либо, что равняется бит, зная, зная, даже не просто зная, а понимая, что это отношение, оно работает для любой окружности, мы можем решить любую задачу, вот подобного рода. Ну, и помни, да, что диаметр, это два радиуса, радиус, это половина диаметра. Вот, и, допустим, у нас задача, мы знаем, что диаметр, то есть, достаточно, знаете, всего лишь диаметр, равняется 8,4, радиус равняется 4,2, соответственно, правильно? То есть, диаметр, это два радиуса. Отсюда нам нужно найти длину окружности. Нужно ее выразить, значит, нам известен диаметр, нам известна константа вот эта. И запоминать ничего не нужно, достаточно просто понять, что в любой окружности, в любом круге длина окружности связана с диаметром и связана с константой. То есть, отношение длины окружности, circunference к диаметру, диаметру, всегда у любой окружности равно 3,14. И чтобы как можно проще это выразить, ну, геометры и математики ввели вот в такую константу. То есть, представили вот такое алгебраическое, значит, выражение этой константы, как π. Как π дать, да? Соответственно, надеюсь, теперь всем понятно, да, что решение задач по нахождению длины окружности, а дальше и площади круга, неразрывно связано с применением вот этой константы. Константы π, которая собой обозначает отношение длины окружности к диаметру круга. Длина окружности c к диаметру круга d равняется π. Вот настолько просто, да, насколько это вообще возможно. Соответственно, отсюда найти c. c равняется π, умноженное на d. Правильно? c равняется, а мы знаем, что d это 2р, то есть это 2 радиуса. π умноженное на 2р. Либо c равняется 2πr. И подставляем, значит, мы знаем, что диаметр наш равен 8,4. r радиус равен 4,2. И, значит, c равняется 2 умножить на 3,14 умножить на 4,2. Чему равняется c? Давайте посчитаем. c равняется 3,14 умножить на 2, 6,28, правильно? И умножить на 4,2. Давайте в столбик это сделаем. 6,28 умножить на 4,2. 2х8, 6, 1 в уме, 4, 2 в уме, 5, 12. Смотрим, значит, считаем, сколько знаков после запятой. Умножаем на 2 десятых, значит, 1 знак. И еще 2. 3 знака, получается 1,256. Дальше 4,4 умножаем на 8. 8,4 умножаем на 8,32. 2 пишем на 3 в уме. 4 на 2, 8 плюс 3, 11. 1 пишем на 1 в уме. 6 умножить на 4,24, 1,25. 25. И получается, сколько у нас знаков после запятой здесь? 0, здесь 2. 25,12. 1,256 плюс 25,12. 26,376. При этом, что мы умножаем? Что мы умножаем? Мы умножаем число π на наш радиус. Радиус у нас дан в сантиметрах. Соответственно, длина окружности, это же не площадь круга, правильно? Длина окружности равна 26,376 сантиметра. Длина окружности, при том, что диаметр равен 8,4 сантиметра, а радиус, соответственно, 4,2 сантиметра. Вот. Такая нехитрая у нас задачка. Дальше. Здесь, я надеюсь, всем стало понятно, да, что вот это наше уже набившее оскорблено отношение длины окружности к диаметру окружности. Любой равняется 3,14, равняется π. Вот это наше отношение, это, так сказать, наша подсказка, да, к тому, чтобы не пытаться запомнить, что такое π. Ну, π 3,14. Запомнили, а что это вообще значит, что это такое? А теперь мы понимаем, что это отношение длины окружности к ее диаметру. Отношение длины окружности, вот она, длина окружности, да, к ее диаметру. Вот это отношение, и есть π. Диаметр, длина, их отношение, c к d, равняется π. Вот, по-моему, это настолько гениально, настолько элегантно и настолько просто, и если вы сможете это запомнить, то вам, точнее, если вы сможете это понять, то вам никогда не придется это запоминать. Вы просто знаете это, это то, как устроен наш мир, да, тут не ошибешься. Следующее, так сказать, отношение, которое вычислили геометры, вот эти, и алгебраисты, да, алгебрологи, вот, и геометрологи, так скажем, оно касается площади, значит, круга. Площадь круга вычисляется по такой прекрасной, имеет такое, как бы, выражение, по такой прекрасной формуле. π, да, квадрат. Да, если длина, например, окружности, если длина окружности c равняется, равняется 2πr, да, запомни только формулу, то площадь круга s, да, почему s, я тоже не очень понимаю, я бы сказал, наверное, а, ария, все-таки, area, да, s, ну что это, space, как-то довольно странно звучит. Вот, я бы сказал, что площадь, площадь круга, вот это вот все, ну давайте, ладно, давайте, знаете, как сделаем, вот красненьким накрасим. Площадь, которая занимает наш круг, назовем распространенной буквой s, символом, алгебраическим символом s, имеет вот такое выражение, как ни странно. То есть площадь круга равняется πr квадрат. Как люди пришли к этому отношению, нам еще предстоит понять, как именно они к этому пришли. Как и в первом случае, это тоже интересный вопрос, на самом деле. Я ставлю этот вопрос вам на домашнее задание, вы можете почитать на эту тему, если вам будет вдруг интересно. Да, но главное, что, чтобы мы теперь понимаем, что, чтобы вычислить площадь круга, нужно достаточно знать просто его радиус. Ничего другого, получается, знать не нужно, потому что мы понимаем, не то, что знаем, мы понимаем, что π, это вот это наше прекрасное отношение. То есть, по сути, мы можем сюда подставить, вместо π, мы можем сюда поставить, c на d, умножить на r квадрат. А что такое, c на d, то есть, s равняется, что такое, c на d, πr квадрат, c на d. Что мы можем вместо c поставить? В метод c мы можем поставить 2πr, деленное на d, и умножить на r квадрат. Да? Интересно, правда? Теперь мы дальше, что мы делаем? s равняется 2πr, деленное на 2r, умножить на r квадрат. Отсюда и получается, да, смотрите, сокращается 2r, 2r, и оставляется πr квадрат. Ну, логично. По-моему, очень логично. Особо заморачиваться сейчас на эту тему не будем. Мы просто знаем, значит, у нас есть две формулы. Первая формула, как найти c. c – это длина окружности. c равняется π, умноженное на d, либо равняется 2πr. Вот это наше c – длина окружности. Площадь круга, с, равняется πr квадрат. Логично? Логично. И находим. Значит, мы знаем, что a, как и в предыдущем примере, равно 4,2 см. Подставляем. Вот наш круг. Вот наш a. Вот наш c, и вот наш s. Скажу, где он демененький. Вот это наш s. Да? s. Соответственно, подставляем значение a в нашу замечательную формулу для нахождения площади круга. Откуда s равняется π умножить на 4,2 в квадрате. Да? А π чему равно, как мы знаем, s равняется 3,14 умножить на 4,2 в квадрате. Сантиметра, да? Соответственно. И давайте, значит, что значит 4,2 в квадрате? Давайте найдем. Это значит, что 4,2 в квадрате умножить на 4,2. Мне везде хочется написать умножить теперь. Умножить на 4,2. 2 x 2, 4. 2 x 4, 8. Сколько знаков после запятой? Здесь 1. И здесь 1. Соответственно, 2 знака после запятой. 0,84. 4 умножить на 2. 8. 4 x 4, 16. Сколько знаков после запятой? 1. Значит, и здесь 1. 4, 8 плюс 8 в квадрате, да? Теперь 16. 6,1 луния. Переходит в целое число. 17,64. Получается, что s площадь, круга с радиусом 4,2 сантиметра равняется 3,14 размножить на 17,64. Чему это равняется? Давайте посчитаем. Прямо здесь и посчитаем. Давайте посчитаем прямо здесь. Итак, 17,64 умножить на 3,14 равняется. Давайте мы не будем изобретать велосипед, а посчитаем это на калькуляторе. Можно сделать проще. 17,64 умножить на 3,14. Смотрите. 17,64 умножить на 3,14. 55 целых и 38,96 десятитысячных. Вот так должно получиться. Мы нашли с вами площадь круга, сантиметров в квадрате, что немаловажно. Мы нашли с вами площадь круга с радиусом 4,2 сантиметра. Благодарю за внимание. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...